Один знакомый мне, ну как, служитель назовем его, он нашел свою нишу, он нашел то, что, ну может быть, я не знаю, не думаю, что действительно там 100% Господь его в это призвал, просто есть темы очень популярны, знаете, что всегда будет популярно у людей, верующих, неверующих, деньги, говори о том, что у вас будет много денег, Бог тебе дает, я освобождаю пророческое слово тебе, в этом сезоне ты разбогатеешь, финансовый подъем на тебя, ааа, да, это работает, я чувствую в духе, кто-то здесь миллионером станет, кто-то тут несколько даже, да, по-моему, что-то на Георгия указывает сейчас, перст вижу над тобой, из долларовый такой знак, знаешь, на голове, и знаете, как человек чувствует, которому говорят, то ты скоро разбогатеешь, это же все, ну класс вообще, это же, слава Господу, Господь избрал тебя быть миллионером. И я смотрел, что действительно, людям это очень, ну, по нутру, вот такие вот, как их назвать, учения, проповеди, коротческие слова и так далее. Но есть же и непопулярные, правильно, черты характера Бога, которые написаны, да, вот в этой книге, вот в этой вот Библии, они описаны, тут же не только написано, что Бог, вот как его все знают, Он любит благословлять, любит нас, все время дает нам что-то, наполняет твоей житницей, защищает все время, вообще спать не может, чтобы вот нас защищает. Бодрство, не дремлет, вот такие вот грани, отец любящий, папочка, папочка, мой любимый папа, он меня принял, то есть мы эти все грани постоянно слышим, почему? Они очень приятны для слуха. Или нет, или кому-то неприятно признавать тот факт, что Бог тебя любит. Это всем приятно. Сережа, Бог тебя хочет сильно благословить красивой молодой женой. А, ессс. Все, Сережа, наш. Какую ты хочешь, беленькую, черненькую? А можно обеих? Нет, не в этой секте, да? И вот такие, да, вот темы, они, конечно, они выцепляют душу, они говорят, ой, такая проповедь, ой, елеет просто у меня. Я вышел полной надежды, уже смотрю, где же она, где эти доллары, где эти жены, где эти машины, да? Пока этот москвич, да, где, где вот этот, какой москвич, забудь, у тебя будет, что ты там мечтал? Мерседес или Берюбе? Да, бери обе, мне жалко. Но есть черты характера Бога, непопулярные, и знаете еще какие, как их можно назвать, нежеланные для людей. Люди не хотят о таком Боге ничего знать. Они не хотят слышать, вот, а это есть в Библии. То есть, и как бы читая, все время так, как бы, ну, быстро, быстро пробежали, пробежали, пропустили. То все для Израиля, это нас не касается, это, конечно же, конечно же, не про нас, конечно же, мы никогда с таким не столкнемся, и наш Бог, он такой добрый Дед Мороз, Санта-Клаус, с подарками, с таким улыбкой, нисходящей с лица, мягкий такой, такой тепленький, вот там вот приятно. Но вдруг, читая, да, какие-то вещи, мы находим, что Господь в гневе бывает. И когда он в гневе, у вас было такое, кто женатый, когда жена в гневе, ну, и вы в доме в этот момент оказались, а жена в гневе. И ты понимаешь, что сейчас любое слово, это спичка в бочку пороха пойдет. Вот ты сейчас что-то скажешь, не дай Бог, там вопрос не то, что наехать, а что-то ты там, где мои трусы, да, скажешь. И все, и тут атомная бомба взорвалась. Так вот, Господь бывает в гневе. И вы знаете, это не то, что он такой, что есть люди в гневе, они хоть и не скажут, что они в гневе. Он так глубоко внутри гневается, а самый мягенький такой, добрый, и ты не поймешь, что он в гневе. Он сам только это знает. Но наш Господь не такой. Если он в гневе, это в гневе. И там написано, что когда Господь разгневался, Давид, помните, говорит, цепи смерти меня облегли, окружили меня, там, хотят убить. Я, говорит, начал молиться, Господь разгневался. И посыпались угли огненные, град, говорит, сел на Херувимов, полетел. Здравствуйте. То есть не все так просто. И вот эти вот черты характера Бога, они не желают. Если они верующие, что они сказали? Бог судить никого не будет. Хотя нам, написано, всем нам надлежит явиться на судилище Христово. Это не вопрос вечной жизни, это другие, но это будет суд. Что такое суд? Тут есть люди, которые были судимы когда-то в жизни, физическим судом. Это все равно не очень приятная процессия. Даже если ты знаешь, что тебя оправдают в этот момент. Все равно тебе приходится, встаньте под судимый, там, Крюковский. Встаньте. Встаю. Кто может что-то сказать его защитой? Я. Это неприятный. Так поступайте, написано, как имеющий быть судимый по закону свободы. То есть, все равно будет какой-то суд. А люди говорят, нет, никакого суда не будет. В итоге, в оконцовке всех, Господь простит. Вот недавно мы разбирали, учение появилось, что всех, всех вообще, всех, а что тут написано? Да то ладно об этом. Чего вы там так прямо придираетесь каждой буквой написано? И вот, к чему я это все говорю, что нам, нам, Бог доверил нести не очень популярные и не очень желанные его грани характера, как церковь. Аминь. То есть, нам, Бог, в школе Христа, доверил открывать, открывать и являть те черты его характера, которые никогда не будут вот так вот на аллилуйя, на ура пользоваться. Как, допустим, если мы ходим, говорим, что ты будешь богат, что тебе там надо, я здесь сейчас высвобожу тебя. Ключи экономического процветания. Знаете, какие популярные вот такие вот конференции? Каждый, кто приедет на эту конференцию, уедет с ключами экономической свободы, никогда не будешь больше нуждаться. Это, как бы, мотивирует. А если мы говорим про какие-то там конференции, называются Яхве на Кавх, Господь каратель. Мало приедет людей. Только такие уже, знаете, отшибленные, отбитые уже приедут из Хаиля. О, класс, что-то интересное. Но для многих это такой, какой каратель? Вы что, папа мой, папа каратель? Так написано. Это не укладывается вот здесь, и люди начинают какие-то вот... Нет, это не может быть. Это какой-то неправильный перевод. Это не тот бог. Это не так мы поняли. Это нас не касается. Это вообще сейчас мне несколько раз наткнулся. Это Ваал. Это здесь описано в Ветхом Завете Ваал, а не наш папочка. Ваал-пироцинт. Ваал-пироцинт. Ты про это молчи. Как ты Бога Ваалом назвал? Тебе сейчас расскажут. Где нам место? Так вот, нам доверено. Но именно эти черты, его характер, как правило, и вносят решающее значение в ту или иную ситуацию. То есть, если мы говорим, Иисус придет, вообще на пороге чего? Мы на пороге грандиозных двух событий. Первое. Какое? Ну, чего мы в глобальном смысле, чего все мы ждем? Какого пробуждения? Забудь это слово. Где ты его взял? Два пришествия будут. Первое, это пришествие Антихриста, и второе, это пришествие Христа. Потому что пришествие Христа не будет, не произойдет, пока не придет явление или пришествие Антихриста. Эти два события, ну, можно их сказать, как одно, но одно за одним. Мы их ждем в глобальном смысле. И что же, что же вы, смотрите, придет ли Антихрист на такое все, ну, все нормально. Как у вас дела? Георгий Павлович, это нормально все. Сережа, как дела? Да, более-менее так, кушать, есть, одеть, есть что. Зачем мне какие-то там сверхъестественные силы, если у меня все более-менее? Но Антихрист явится когда? Как ответ. Он не придет, как черт рогатый. Он придет, как ответ этому уже оказавшемуся в тупике миру. Вот то, что будет происходить в мире, подготовит путь для его явления, Антихриста. Все вот эти вот голоды, моры, войны, потрясения, вот вся вот это, вот все это давление, оно выдавит Антихриста из духовного мира в физический. Понимаете такого? Люди, знаете, ну как бы ищут там печать зверя в этом антибиотиком, хотел сказать, в биометрическом паспорте. Говорят, мне на лоб поставили печать зверя, я получил паспорт, теперь я потерял навсегда спасение. Какой бред, какая глупость. Антихрист, он не будет являться, как, знаете, так заманить, чтобы ты не понял и тебе запечатать. Ты должен сделать осознанный выбор, понимая, что ты сейчас делаешь. Мне не просто как бы, я ж не знал и получил. Нет, это будет осознанно, что если есть это Антихрист, мы будем это понимать, если застанем эти времена. Так же, как и Христос, он не явится такой, знаете, как бы хитростью, чтобы ему поклонились. Что люди поклонились, они поняли, что это Христос, они думали, что они в Макдональдс пошли. Это не будет, это тоже будет ясно, очевидно. И вот эти два события мы ждем. Так вот, в явлении, или в явлении Христа, и в явлении Антихриста колоссальную роль являют, чтобы были явлены вот эти нежелательные, непопулярные черты характера Божьего. Пока Галгал не будет полный, Христос не войдет. Мы не можем войти в дверь, которая вот такого размера. Мы можем смотреть только туда. Вот пока мы, как маленькая дверь, мы говорим, Господь, прийди, да я не пролезу в такое маленькое отверстие. Оно должно стать немножко побольше, вратами стать. Сегодня, вот я же говорю, непопулярная еще, почему с этого, непопулярная тема сегодня, непопулярная. За эту тему напишут много гневных комментариев, уже я точно знаю. Публика у нас, знаете, вот есть, мы с Сережей смотрим одного парня на ютубе, он на яхте путешествует там по Карибске, Бермудске острова. И, как бы, в Америке, на мотоцикле. Вот он сейчас яхту взял, путешествует, денег у него в обрез, и он, как бы, там, то сломалось. Но он такой, знаете, не то, что, ну, не на все руки мастер. И он там что-то делает, и вот, ну, не очень, может быть, так, мудро и грамотно, с технической точки зрения, сверлит там яхту все время. И такое, ну, что-то там, знаете, как учится на ходу, на своих ошибках. И вот там все, как комментатор, знаете. Вот человек живет в Мухосранске, понимаете, в свой Мухосранске он не выезжал с него. Он сидит в этой хрущевке занюханной, и он пишет, ты вообще рукожопый, ты все делаешь не так, нельзя так делать. Так он рукожопый в Майами плавает. 40 стран где-то. 60 с чем-то стран. Жил сейчас 2 недели, сломалась яхта, жил там на каких-то Бермудских, Карибских островах. То есть он, понимаете, со своими вот ошибками, неумением, а люди сидят вот в этом своем вот этом совке и советуют, знают, как лучше сделать. Но они никогда в жизни никуда не выдвигались, потому что что, страшно. Страшно. Вдруг я утону, у меня съедят акулы. Ему так и писали. Куда ты взял яхту, идиот? Тебя акулы съедят. Да ты только выплывешь, утонешь, ты ничего не умерешь. А то надо учиться годами плавать под фарусом. Плавает что-то. Что-то ломается, что-то там ехало, отвалилось у него с яхты. Что-то он там не там просверлил, что-то. Ну, бывает. Но он, зато вот в Мухосранске виднее. Надо на Карибах себя вести. И вот депопулярные вещи сейчас коротко, потому что депопулярные долго нельзя. Но сильно люди переполняются непониманием. И в конце, в конце, вы знаете, как этот год, я лично для себя получил. Год открытия тайн. Год открытых тайн. И в конце маленькая такая вишенка будет. Сережа, напомни, если я забыл. Это надо говорить в конце и закрывать служение. После этого. Чтобы у вас не было времени на раздумья. Потому что, ну, сейчас все постепенно. Итак, первое. Не так давно, идя по улице, вдруг я ощущаю, что меня переполняет какой-то гнев и ярость на ровном месте. К водителям, к людям. Машину криво поставил, мне хочется ее пнуть. То есть, я могу обойти там, не то, что. А я такой, сейчас, сейчас бы как залезть и тарантелу на капоте у него станцевать, чтобы он сволочь такая знал, как парковать свою телегу. Или плюнуть хотя бы ему на лобовое степло, так собрать хорошенько. Так, чтобы он пришел и увидел, чтобы его тут так, пау, такое сделали. И потом я отхожу, думаю, откуда, с чего. Я, служитель Божий, такие идеи у меня возникают. И потом Слава высвободил во вторник, и там сестра тоже говорит. И когда мы это все соединяем, ты понимаешь, что атмосфера вокруг сегодня пропитана яростью, гневом и злобою. И мы из-за того, что сейчас вот это к чему? Знаете, говорят, в нас уже нет никакой греховной природы. А откуда же тогда эти желания возникают вдруг? Въехать кому-то в глаз. Что-нибудь такое подумать. Знаете, бывает, аж сердце начинает биться. Ничего не случилось. Я никто не тронул даже. А уже там целое кино, целый боевик индийский пошел. Как ты там, на, на, ба. И ты его, ха, и газовым баллончиком в рот. Откуда? За что это во мне цепляется, если нету греховной природы? Да есть еще, потому что нам сказано, духом умершлять дела плотские. Как можно умершлять то, что уже умерло? Зачем эта глупость нам сказана? Что значит, нам надо еще что-то... Что, Христос не все умертвил? Получается. Он не все сделал, получается. Получается, не все сделал. Он все сделал для нашего спасения. А где-то написано, терпением вашим спасайте души ваши. Совершайте свое спасение. Сейчас вот такую закинул одну. В евреях написано, И совершившись, Иисус стал для всех нас виновником спасения вечного. Что значит совершившись? Он же вечный, совершенный Бог всегда. Да, да, вот мы говорим, он же всегда... Откуда это в нас? Так вот, вот эта вещь. В каждом человеке, в каждом человеке есть природа и Христа, и антихриста. В каждом. Если из нас хоть кто-то, вы хоть раз вот в жизни свое зло какое-то делали? О-о-о! Это я сегодня с утра такого наделал. Что это за природа? Это природа антихриста в человеке. В плоти греховной. Которая еще жива и иногда действует, к сожалению. Вот почему мы способны улавливать не только положительное, но и зло улавливать. Конфликт, ярость, гнев. Нет, чтобы ответить добром на зло, мы тоже злом отвечаем. Значит, в нас есть это зло. За такие вот разговорчики многие, некоторые очень близкие, мне знакомые, отреклись от Шиповалова. Сказали, он вонит. В Боге тьмы никакой нет. Есть. И отделил Бог свет от тьмы. От какой еще тьмы? Если он сотворил все. От какой еще тьмы надо было что-то отделять? По мере того, как раскручиваются галгалы. Что такое галгалы? Вот прошлое воскресенье. Когда наш дух входит в резонанс с Духом Божьим или с Духом нечистым, появляется галгал, основание царств. Эти галгалы начинают крутиться все быстрее и растут. Чем быстрее крутится галгал, тем больше у него центробежная сила, тем больше из нас выдавливает ту или иную природу, или Христа, или антихриста. Иногда, читая какие-то новости, удивляйся, как человек может таким жестоким быть. Как может какой-то там взрослый мужик насиловать девочку маленькую, родную? Это откуда вообще? Откуда это берется? Это же не то, что там какое-то удовольствие. Это же мозги какие-то, что-то должно случиться, чтобы ты это сделал. Не то, что, если бы даже можно было, это не сделает никто из нас. Это природа антихриста в человеке. И чем сильнее человек входит в контакт с этим Духом, тем больше ту природу и выдавливает, с кем он в контакте в этот момент. По мере того, как раскручиваются эти галгалы, обоих царств, эти две природы будут все сильнее проявляться в каждом человеке. И с каким Духом ты входишь в галгал, больше та природа и будет вылазить из себя больше. Если я начну общаться с нечистым Духом, я не смогу спрятать эту греховную природу, она начнет вылазить. Грех, он хочет быть сделанным. Ему мало быть внутри, в голове. Ему надо вылезти наружу в той или иной форме. Если же я с Богом хожу в галгал, нахожусь с Ним дольше, провожу с Ним больше времени, то есть мы начинаем синхронизироваться и взаимодействовать, тогда Христос из меня, я его спрятать не смогу. Он начнет выходить, проявляться в отношении к людям, в отношении к друг другу, самому себе, ко всему округу. Если я с Ним в контакте раз в воскресенье, раз в неделю, а с Духом этого мира каждый день, чья природа во мне будет более заметна? Вот и все. И вот что важно. Через усиление галгала духовный мир все больше будет проникать в физические, явно и открыто. Сейчас мы говорим, где-то он там в Духе Христос, где-то там Дух Святой, вот где-то он есть. Ты веришь, что он где-то есть? Покажи пальцем, где он. Ну, где-то там в глубине твоих и синих глаз, там где-то в Духе. Так вот, чем сильнее будет этот галгал, тем явнее будет духовный мир и наглее проявляться в физическом. Уже люди не будут говорить. Знаете, когда иногда человек что-то делает, говорит, это не человек, это что-то вообще. Или это зверь какой-то, или это как Господь просто делает. То есть, граница между духовным и физическим начнет очень сильно тончать, стираться. Ангелы, почему они являлись в Первой Церкви так явно, открыто, постоянно, что стало уже привычно? Из-за того, что там галгал такой был в день 50-й. Также мы смотрим эти, как они, в той же Африке, где Дима наш любимый, обиделся, что я его бомжом назвал. Говорит, меня Юрий назвал бомжом. Выглядит как бомж. Это в хорошем смысле, но что, как Иоанн Креститель. Ну, в таком плане, что надо вот именно взорвать немножко образом мозги, чтобы донести определенные вещи. И вот он в Африке, так там люди настолько с бесами в контакте, что для них, у них бесы дома живут. Дима рассказывает, что есть такие домашние животные, вот эти полу, полу, какая там плоть, полудух. Мутации, которые живут прямо в домах. Их кормят, там и так далее. Имя есть. Для нас это странно. Мы до конца не привыкли. Где-то что-то зашурочилось сразу при части Илеи, что тут только не надо нам. А то, может, мышка бежала просто. Галгал – это соединение духовного и физического мира. Это порталы, это основание царства, престола, таким образом, власти и влияния. Чем интенсивнее Галгал, тем больше размыты границы между духовным и физическими мирами. Что такое слава проявленная? Это когда духовный мир явно вышел в физический мир. Когда все люди увидели это. А не просто один почувствовал духи, а другой почувствовал, что кушать хочет. Скорее бы кончилось служение. То есть это явно. И этот Галгал мы раскручиваем. Мы в этом участвуем. Но понимаете, что когда раскручивается Божий Галгал, и вражий Галгал тоже раскручивается в мире очень сильно. Христос – это жизнь, антихрист – это смерть. Если по духу поступаем, то входим в Галгал со Христом. И плодом будет жизнь. То есть поступая по плоти, я в Галгале с врагом. Поступая по духу, я в Галгале с Господом. Соответственно, та природа во мне больше и проявляется. И если я иду, хочу кого-то загасить, убить, значит, эта природа антихриста во мне проявляется в этот момент. Значит, духом надо умершвлять ее. Не просто стиснув зубы и сжав кулаки, как-то перетерпеть, чтобы никого не убить. Смотрите, такой христианин, да, убить хочет кого-то. За то, что его там подрезали или что-то. То есть это не то, что это... Это все мы в той или иной... Кто-то не в гневе, кто-то там слюни на деньги пускает. Это есть люди, которые любят пересчитывать деньги. У них лежит, и они иногда берут просто... Вот кто-то сериал смотрит, а кто-то... Надо менять, доллары не очень свежие какие-то сейчас. И раз, и ему хорошо стал, он экстаз был. Это то же самое проявление этого. Я как-то сел что-то, думаю, да так, как бы, вот мелочь. Посмотрит какие-то на ютубе ролики такой, ну, Криковского уже слушал, рабо-юзыка слушал уже, Библию читал, все как бы, все хорошо. Посмотрит какие-то ролики на ютубе там, такие легкие, как бы, ну вот, веселые, легкие. И вдруг я ловлюсь на мысли, оторваться не могу уже. Еще один, и еще один, а тут еще один, а потом еще один. А потом уже какие-то такие с матюками пошли какие-то уже, шуточки. И я думаю, как я сюда попал? Я потерял там целый час или два часа. Вот это. С кем я вошел в Голгал? И что это насеяло в меня за это время? Вот он думает, откуда у меня такие... То есть надо духом умиршлять дела плоские. Именно нарастающее напряжение выдавит Антихриста из духовного мира физически. Он явится не просто потому, что три-четыре пора. Вот это напряжение, этот Голгал, в который люди войдут с духом сатаны, он позволит Антихристу выйти физически. Но Христу выйти физически позволит Голгал, в который мы входим. И написано, что перед тем, как придет Христос, будут гонения. Будут преследования и будут убивать. Но сейчас еще не то, поверьте. Будут убивать тех, кто следует за Христом. Потому что всякий, кто не захочет иметь печать зверя, ему надлежит быть убитым. Его не просто скажут, окей, ну живите по-своему, никто не даст жить по-своему. Или, или. И вот это вот предельное давление откроет Голгал для Христа. Нравится это кому-то, не нравится, это другой вопрос. Итак, теперь. Поэтому напряжение будет нарастать. И теперь вот сюда, сюда. Помните, вот эти квадраты, они проходят через плоскость, то, что мы смотрели в прошлое служение. Есть еще свежие, да? То есть духовное не может поместиться в физическое полностью. Но оно может пройти через физическое. А вот теперь вопрос. К знатокам. Вот Георгий давно верующий, я знаю. Вот есть тут люди, которые... Да, Георгий больше меня верующий. Должен знать. Как можно? Вот в вечном все неизменное. Вот в вечности там ничего не меняется. Потому что там всегда. Вот я стою здесь, а через секунду я встал здесь. А в вечности там нету секунды. Там как стоишь, так и стоишь, грубо говоря. То есть, если я в вечности совершу грех, я останусь навечно грешником. И вот вопрос. Смотрите, ну еще пример. Хорошо, время. Вот я пришел в тренажерный зал. 70 килограмм. Помните 70 килограмм, как выглядит? С микрофоном. Размером с меня. У меня всегда... Ну... Прошло время. И 70 превратилось в 100. Ну, прошло время. А в вечности я бы всегда был 70. Вот если бы я и в вечности. Качайся, не качайся. Нету времени. Нету процессов изменения. Все пребывает вовеки. И вот теперь вопрос. Как мне... Вот что-то в вечном. Как мне изменить то, что в вечном? Как изменить что-то, что находится в вечном? Как это изменить? Пропустить это через время. И тогда оно, пройдя через время, вернувшись в вечность, придет в другом качестве. Понимаете? Давайте прочитаем. Евреям. Пятая глава. Это вот уже вишенки пошли. Как изменить что-то, что находится в вечности, оно неизменное. Один способ. Пропустить это через время. И пройдя через время, вернувшись в вечность, она вернется в другом качестве. Евреям. Пятая глава. Сейчас мы прочитаем это. Девятый стих. Ну, давайте вот, смотрите, седьмого. Он в одни плоти своей. Это временно. То есть, когда он жил в плоти. Когда он жил во времени, Христ. Сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако, страданиями. Навык послушания. Мы говорим сейчас об Иисусе Христе, который веки, через которого все сотворено. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв названным от Бога первосвященником под чину Милхисадека. Вот об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковывать. Вы стали неспособны слушать. Вот о чем, апостол говорит, нам надо говорить много. Слово «совершившись» – это важное слово. Он вошел. Вот это тоже крамольные такие, сейчас вещи будут звучать, за которые пока еще не убивают, но будут убивать. Инквизиция, она не за горами. Так что вы думаете, уже доносы строчат верующие друг по другу. Такое знали вообще когда-то? Братья на сестер в службы специальные пишут. Мы слышали, как Сережа сказал на самого. И помолился. Христос вышел из вечности, вошел во время. Там Он претерпел страдания, как мы читаем. И воскреснув из мертвых, вошел в вечность в другом качестве. Совершившись. Вау! Сейчас не думайте, что будет какое-то заключение логическое. Не будет. Это кусок пазла. Картины нету все еще. Тайны открываются по одному пазлу. Потому что наш мозг не способен сейчас всю тайну вместить. Чтобы не извратить это, не превратить в заблуждение. В этом же послании, в одиннадцатой главе написано следующее. Я не буду говорить вам это греческое слово, совершившись. Но это тоже самое слово, что в пятой главе тоже и в одиннадцатой. В одиннадцатой главе Евреев написано. Тридцать девятый стих. И все эти свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. То же самое слово. Совершился. Совершившись. Достичь совершения. То есть, такое вот резюме у всего этого. Изменения возможны только во временном измерении. Проходя через временное, вечное может совершенствоваться больше и больше. Мы, существа вечные. Бог создал тело, но Он вдохнул нас в тело. Адам, Он вдохнул, Он не сотворял дух человека. Дух человека был в Боге всегда. Итак, мы, выйдя из вечности, проходя временное, претерпеваем какие-то необходимые, пока я не знаю и не могу, я бы, уверенно говорить о них, изменения, которые совершают нас для того, чтобы, вернувшись в вечность, войти туда в другом качестве, статусе и виде. Для исполнения вечных Божьих замыслов. Мы, понимаете, в нас это природа и Христа, и Бог сотворил, ну, мы называем его помазанный Херувим, называем его Люцифер, да, который стал сатаной. И в нем нашлось беззаконие. Добро и зло, дерево познания. Почему оно было посажено в саду? Да потому что так все устроено. Не посади его, Господь, в саду, и мы бы не были его образом и подобием. И мы бы, он бы сотворил такой шикарный зоопарк просто. Красивый такой, продуманный. Видели сериал такой есть «Дикий запад» или что-то такое про роботов там. Ну ладно, не смотрите, не тратьте время. То есть люди создали мир, мир искусственный. Куда можно, но это все игрушки. То есть сотворив нас, не дав этого дерева, мы бы просто были красивой компьютерной игрой для Бога. Но он нас наделил абсолютно теми же качествами, которые имеет сам. Значит, в нем есть эти начала в самом. Откуда бы оно взялось. И в нас это есть. Так вот, одна из вот ключиков, которые я получил. Полное освобождение от зла внутреннего, возможно, только через временную реальность. Вот почему мы помещены во время. Мы проходим, вау, это тяжело говорить, но мы проходим освящение от природы зла. И мы войдем в вечность, не имея ее в себе. Абсолютно. Иначе бы нас всех ждала судьба Люцифера. Он покаяться не может. Почему он ненавидит так нас? Да потому что мы живем во временном измерении, в духовном одновременно. Он не может так жить. В вечном выбор, это все, окончательный выбор. Здесь мы можем, написано, утром его милость обновляется к нам. Каждое утро. Вечером плача, на утро радость. Каждый новый день написано, возрадуемся, возвеселимся. Милость обновилась. Знаете, это вот как, вот есть в играх, кто играл. Ты что-то там рассохраненный, ты сохраненный. И там даже это слово safe, то есть спасенный. Спасение. Мы спасены, и мы можем свои ошибки исправлять. Вот это великая благодать жить во времени. Учиться, совершенствоваться и выйти в вечность. В том статусе, в котором мы возрастем, почести, высшнего звания. О котором писал апостол Павел. Если живем по плоти, умрем. Антихрист – это смерт. Но если духом умершляем, дела плоские, или поступаем по духу, будем живы. Это война, ну хоп, на. И она не протекает. 10% нашей духовной войны за пределами нашего тела. 90% она внутри нас идет, эта война. Поэтому, когда мы едем на гору связывать какого-то духа бомбарашки, это 10-5% от духовной. Это никакая не крутизна, никакая не высота. Потому что тот, кто победил себя, вот кто победитель настоящий. И это война, от которой мы не отмажемся, не отвяжемся и никуда не спрячемся. Мы можем уехать там с тех гор, из всего района. Ой, не могу, меня давит в Севастополе. Приеду жить в Ялту. Ха-ха-ха, наивный, да? Лучше уж джанкой, чтобы там уже сдохнуть и все. Сам от себя не убежал. Скуки и тишине. Ну хотя бы тихо. Поэтому не уйдешь. То есть можно из Африки сбежать там в Европу, да? Чтобы там с африканскими духами буду там иметь дело. Но 90% или больше это то, что будет всегда долбить и бить. Вот чем мы боремся каждый день. Аминь. Спасибо, Отец, за то, что приоткрываешь эти вечные покровы, за которыми находится истина и твои тайны, они становятся явными. То, о чем говорил апостол Павел, что об этом нам нужно говорить много. Ты стал священником. Ты был наречен священником под чину Мелхиседека. И мы понимаем, что есть вещи, которые мы должны пройти в этой временной жизни, которые как пар на короткое время являются, но от которых зависит так много. Мы молимся, чтобы нам не упустить все эти процессы, пройти каждый из них. Даже те, которые мы не желаем, не хотим, они неприятны. Мы хотим убежать от этого. Дай нам мудрости и мужества пройти все, Господь. И прийти в вечность плодами, прийти в вечность в том статусе и в том качестве, ради которого Ты сотворил нас и поместил в этот мир. Господь, слава Тебе за все. Благодарим Тебя, что в нас побеждает Твоя природа. И мы верим, что даже если есть сейчас какие-то превозмогания врага внутри нас, мы знаем, Ты совершать будешь до дня Ишуа Гамашиаха, эту битву, эту работу. И в конце этот наш Господь, Он будет явлен в этом мире. Явно, открыто и недвузначно. Гряди, Господь Ишуа, гряди наш Господин. Мы поклоняемся Тебе и мы благословляем Твое святое имя. Ютгейвах Ишуа. Слава Тебе, Господь. И сейчас мы помолимся. Написано, молитесь друг за друга. Мы помолимся, мы благословим друг друга и тех, кто с нами в духе, через там, виртуально. Потому что это битва. Битва. Руки опускаются иногда даже у сильных, самых сильных. И пропущенные удары, все их знают. Все знают этот вкус, когда дьявол достиг своего. Потому что, ну я же ничего не сделал. Иисус сказал, ты подумал, ты уже сделал. Эти удары, да, они все равно как раны, они остаются. Поэтому нам нужно мужество, крепость и помощь друг друга в этом. Поэтому благослови. Можете кто-то, если рядом, так осторожно возложить руку, благословить. Отец, мы благословляем друг друга Твоим сильным именем, Господь Савалов. Бог воинц, Бог сил, Бог крепкий и сильный в броне, сильный ротоборец. Мы благословляем Твою хаиль, мы благословляем друг друга, как эту церковь в духе, экклесию. Чтобы руки не опускались и колени не дрожали. Чтобы нам продолжать идти этим путем истины, непопулярным, немодным, совершенно не каким-то комфортным. Но идти по нему, не останавливаясь и не сворачивая в более легкие какие-то обочины. Мы призываем благодать, крепость и силу Твою на всех Твоих детей, на всех Твоих воинов, на Твоих сынов и дочерей. Какие бы битвы мы ни проходили сейчас, мы благословляем друг друга на совершенную победу. И этот процесс будет совершен до конца. И в конце мы увидим плод, Христос, явленный через Свой народ. Христос, явленный в славе через Свою церковь. Благодать, на благодать во имя Ишуа Амашия. Аминь. Аминь. Я заметил, что атмосферу в городе легче поменять, чем в Твой характер. Знаете, атмосферу в городе, молитвой, постом, пророческими действиями, собравшись, можно поменять. И это, оказывается, более легкая битва, чем поменять какие-то черты своего характера, которые тебя уже задолбали про все. Или какие-то там вот эти, но даже это возможно. Наверное, самые твердыни, это характер, но даже они меняются. И мы видим такой жесткий, становится мягче, становится добрее, приветливой становится. Тут была такая, не человек, а как нерв такой, да не дотронься, он уже, ему все раздражает. Становится такой, позволяя до себя дотрагиваться. Уже не больно. Ну, изменения. И это вот, эта война, эти плоды, они на самом деле намного эффективнее даже, чем менять атмосферу в городе. Потому что мы как эти, как энергетические, как их называть, станции. Представляете, если бы наши эти электростанции работали там иногда, час в неделю. И остальное время мы сидим без света. Это было бы грустно. Так вот мы можем пойти на гору там, давануть, ломануть, светануть, поработало. А потом возвращаешься в свое отечество, в свой курятник любимый, и он, и выключился. Вот о том. А когда характер изменен, оно работает постоянно, 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 постоянно. Ты уже думаешь, да сейчас наеду на брата, подошел, вместо того, чтобы наехать. Не можешь даже наехать, нормально. Благословил, обнял, говорит, да все. Плевать вообще. Люблю тебя. Не хочу ничего. Ссориться не с ним. В общем, следите сейчас очень осторожно. Вот то, что в гнев вводит. Ну, реально. Это вот где-то я прочитал цитату, кто это, Толстой, что ли, кто-то. Что это, когда два, оба собеседника пылят, оба неправы. Знаете такие вот? Оба неправы. Потому что, когда ты прав, ты не выйдешь из шалома. Ты не выйдешь из мира. Ты лучше скажешь, окей, ты победил, спорь. Двое толкование, описание истинное. Я все, я закрыл. Сдаюсь, сдаюсь, вот и победил. Медаль тебе. Теология. Храните себя. Просто это, как хранить? Во-первых, постоянно надо бодрствовать. Вот просто. Сейчас отовсюду. Не тот ролик посмотрел. Не с тем человеком в интернете пообщался. Уже как будто съел змею или с ядом. Выпил какое-то яда. И думаешь, мне так плохо. На служении. Вот я изредка, ну вот как бывает на шабате. Вы на шабате качнули? Качнули. А я не качал. Сидел дома. Не качал даже. Просто, ну что-то там, с чем-то занимался. И мне как стало плохо. И я такой, да что ж ты. А я понимаю, гал-гал крутится. Мы только чуть-чуть расслабляемся. Тебя уже, ты понимаешь, как, ну как можно вот в американский футбол ты на поле. И ты только расслабился, идешь. И тебя, конечно, собьют сразу. Тебе даже если, уже там мячик где-то далеко, надо постоянно, столько крыс вокруг. Постоянно надо. Каждый только и ждет, чтобы тебя на красяке честь бомбить. Поэтому надо постоянно бодрствовать, бодрствовать. Чтобы тебе ниоткуда не залетало. Даже когда ты как бы, ну... Есть такие, что на бровке стоишь, отдыхаешь. И туда есть такие подлецы там. Чтобы по коленочкам тебе прилететь с удовольствием. Поэтому надо всегда быть... У нас как бы расслабляться. Мы даже написано нам, спите в оружии. Помните? Да, да, да. Не снимайте поясов, обуви не снимайте, посох все. Это... Макаров там под этой сразу тебе, под подушкой. Чтобы ты сразу готов был. Вы знаете, вот сегодня я пришел сюда и я думал о одной вещи. Что когда Иисус умирал, ну, на кресте, когда он был, и он говорит, зачем ты меня бросил, отец? Зачем ты меня бросил? Я думаю, ну, как бы для меня был такой немножко забот, да? Я не видел просто. Сейчас, в данный момент, меня открыло что? Иисусом все сотворилось. Но, чтобы Иисуса самого закалить... Ну, он закаленный, я верю. Иисусом самый лучший. Но, чтобы Иисуса закалить, отец, он его, ну, как бы ненадолго оставил. Потому что, чтобы все закончить в этом мире, чтобы он перешел в тот мир. Но для многих людей вообще в мире, у нас-то понятно, в общении мы многие достаточно понимаем, и многие прошли барьеры той лжи, которая нам подкидывала сатана. И даже ты сам, такой изобретательный, который ты понимаешь, ты ищешь... Ну, я думаю, что... Я верю, что многие люди ищут ответы, вопросы в Писании. Куда пойти? И как выкрутиться? Наша плоть и наша душа, она очень сильно хочет выкрутиться наоборот. Чтобы Бог ничего не увидел, или чтобы Бог... То есть, мы жили много без Бога. Люди без Бога привыкли жить. Очень сильно, много, долго времени. А тут Иисус на одну минуту, буквально, он говорит, Отец, да, вы понимаете, зачем я говорю? Буквально на одну минуту. Отец, зачем ты меня бросил? Аба, Аба, Отец, Папа, зачем ты меня бросил? Буквально на четыре минуты, да, там, или там на час, может. И вот этот вот момент, что даже Отец бросил Иисуса, он его не бросил. Потому что Бог, Он всегда был, а мудрость, Он взял Иисуса и сотворил Ее все небеса, престолы, начальства, нашу судьбу, наш дух и все остальное. Поэтому Отец нас закаляет. Он нас не бросает. Но чтобы тебе что-то дать, чтобы ты, ну, не натворил делом. Вот этот огонь, когда эти пацаны говорят, ну что, может, огонь сведем? Что делать? Все стало скучно. Мы ходим с такой махиной, которая, да, вот, допустим, ну, говорит слово, исцеляется. Махина. Иисус – это махина. И когда ты ходишь с такой махиной, ты, ну, может, побросаем петарды, да, мы уже ж не дети. И поэтому, чтобы нам что-то дать, мы идем к этому. Но нам Господь хочет дать много. Многое. Многие вообще небеса, мудрости, чтобы мы советовались. Поэтому, чтобы нас, дьявол, не разводил просто на слово там. Так а Иисус же ж нагуленный. Такого же ж нету, да, у вас, на этой жизни. Иисус, Он бросил Отец Его на одну минуту. Одну минуту. Потому что у Отца тысячу лет – это два минута. Иисус любит нас. Иисус поддерживает Отец. Сам Отец поддерживает во всякой полноте, во всякой нищете. И Господь хочет, чтобы мы не дрожали перед врагом. На врага нужно рычать. На врага нужно рычать, наступать на все эти козни. Наступать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. У меня еще слово пришло такое. Приношение жертвы не восхотел, но тело приготовил мне. И я понимаю, что Он был, да, от начала, Он в вечности был. Но чтобы стать Господом, ему надо было пройти через землю вообще, через тело. Имея тело, Он через тело стал Господом. Он когда на землю говорит, я Господь, он говорил, он уже знал, что Он Господь. Почему? Он пришел уже. И Он исполнит это. Исполнит это до конца. Вообще, я просто, ну, мне много что, ну, сейчас вот, оно, как знаете, сошлось так в многих вещах. Что я тоже об этом разрушал. Что, ну, что туда может войти только, ну, только святое. Ну, и я, ну, и что, зачем тогда это все надо было? Зачем тогда это все надо было? Если бы так все просто было, на самом деле. Ну, я уверовал, и все. Ну, и вот, и я спасен, и все. Оказывается, ну, не так все просто. Важна внутрянка наша. Вот я смотрю тебе, Джошуа, он, знаешь, он говорит о таких вещах, он говорит, он даже молит и говорит, говорит, знаете, что я? Вам Христос нужен, чтобы, говорит, встать, сесть, чтобы сделать это. Это везде. Я вот сейчас, говорит, разговариваю с вами, но я в сердце своем, Господи, ну, помоги это. И он говорит, и я молюсь так, говорю, Господи, возьми больше меня, дай мне больше тебя. Вот просто реально, и я тебе понимаю, что действительно у нас должен отобразиться он просто, ну, вот, сын. И вот Павел об этом, чтобы открылся во мне сын. Ну, потому что с такими вещами сталкивайся, ты понимаешь, порой хочется так, и все, знаешь, и пошел я, короче. Не могу я ничего, у меня не получается ничего. Ну, понимаешь, а останавливайся потом, слушай, это уже ж все. Это же, это ж, ну, вопрос жизни и смерти. Ну, если я не буду карабкаться, если я не буду пытаться что-то, если я, ну, ну, если я буду оставаться вот в этом вот, и просто, так, допускай оно все, как будет, то как и будет. Да не будет так, как будет. Оно будет вот так вот, как все. Оно будет, как все везде, ну, разруха, смерть. Смерть-то нас жирает. Смерти можно только противостоять. Что с ним? Оно, да. Ты не можешь, ты не сможешь, если ты, а, ну, опустишь руки и пойдешь, вот так вот, все, нас сожрет, поглотит просто. И ты начнешь гневаться. И не можешь остановиться просто. За мной пришел. А, а, а. И на всех именно. И ты понимаешь, слушай, стоп. Это же, это, ну, это не то. И я смотрю, что, когда попускаешь эти вещи, ты становишься хуже, чем был когда-то. Хуже еще, тебе вообще начинают рвать так, что ты, ну, просто, ну, такой вот. И когда уже стоишь, ты говорю, я не могу просто. И чувствую, что, знаешь, все равно, ну, благодать этого, утешение. Бывало такое, раз еду, и прям хочу, я прям хочу сейчас что-то, думаю, га-а-а, там, знаешь. Не могу, вот, знаешь, вот, не могу, вот, я понимаю, что я не могу, что-то происходит, я не могу этого сделать. Знаешь, вот, ну, не знаю, я думаю, что мы все одинаковые, вот, что я вам скажу. Я думаю, что все из нас проходят то же самое, что и я. Да, да, да. Ну, я просто так, как бы, ну, жалую. Да, да. Каждый из нас проходит то, что мы проходим. Мы одинаковые. Я, мне брат просто сказал, говорит, вы все одинаковые. И не смотри на него, что он, вот, он там, что. Он говорит, он такой же самый, как и ты. Да, может, он сейчас, ну, побольше тебя времени прожил там, или побольше, и, ну, где-то в победе уже ходит. Ты еще нет. Но он тоже не ходил в этой победе, как ты сейчас. Но пришло время, и у тебя, и ты будешь как-то в победе. Это одна, если, ну, как вам он говорит, ну, пожнем, если не ослабеем. Ну, если мы не опустим руки. Скажем, да, все, догоре оно все. Нет, это не наш вариант. А помимо еще шоу, ребята, а еще есть и награда. Таким? Это уже другой уровень. Можно быть просто спасенным, да, там. А есть еще награда. Это вообще, да, тут не просто с этим бороться. Надо, чтобы еще и награду получить. Ну, да, ты шо, вообще, ну, чем дальше, тем ты понимаешь, что слушай. Но оно вообще сжимается все, вот именно вот так вот, сжимается, плотно становится. Такой степень, что ты просто, ну, либо сдашься, либо выйдешь победителем. Вот я вам что скажу. А есть те, которые сдались, ребята. И погибли, их нету. Нету, умерли. Дьявол убил, физически убил. Ну, ладно, аминь. Пройдем, прорвемся. Он, Слава, когда говорил, знаете, такое, ну, пришло, что за награду, да, почему? Он же, то есть это мы получим что-то, чего у нас не было, хотя мы в вечности, то есть вечности мы не имели. Но я не думаю, какие-то там мешки с золотом или какие-то там мерседесы. Это какие-то грани Бога, которые в нас будут вложены. То, чего не было до того, как мы не прожили вот эту вот земную жизнь. И войдя в вечность, то есть мы получаем, вот Иисус был назван священником, почином Мелхиседека навсегда, там, написано, на век ты стал. Ты стал им, да? Ты был назван. Это то, что значит не было, когда он войдет в вечность. То есть он им стал. И, то есть какие-то, понимаете, какая тайна там вообще. И второе, вот очень много шалома на самом деле, это в понимании, что все, что мы тут проходим, ради вечного. Ради вот этого плода, награды, результата. Даже вот какие-то нехорошие процессы, которые мы, ну, допущено нам пройти. Хоть оно и не укладывается, все. Даже написано, когда мы куда-то там заруливаем, да, все равно во славу Бога может обратиться. Ко благу, да, в итоге. Ну, хорошо. Продолжаем копать и углубляться. 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 Продолжение следует...